Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слово Божие. Мы продолжаем с вами изучение второго послания апостола Павла Коринфянам на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим девятую главу. Для меня, впрочем, излишне писать вам о воспоможении святым, ибо я знаю сердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахая приготовлена еще с прошлого года, и ревность ваша поощрила многих. Братья уже послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетной всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены. И чтобы, когда приду со мной магедоняне и найдут вас неготовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалявшиеся с такой уверенностью. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово, как благословение, а не как побор. Апостол Павел опять возвращается и в девятой главе к этой же самой теме, вернее он ее продолжает. И мы видим, что опять он предупреждает Карин, чтобы они заранее все приготовили, чтобы не тратить на какие-то сборы время. Это не как сейчас у нас там сборы какие-то все на карту там зашли в онлайн Сбербанк и перевели. Тогда, чтобы собрать, это нужно было пройти весь город там. Люди должны там что-то там, да, какой-то мешочек там, в него там должны какие-то пожертвования сложить, пока это весь город обойдешь. Это достаточно много времени, поэтому он не хотел, чтобы при встрече, когда они уже пришли, кто-то занимался именно сбором. И говорит, что приготовьте все заранее, чтобы вы уже, когда я приду, чтобы все могли сидеть и слушать вместе, да, учиться от апостола благовестию Христову и, в общем-то, слушать проповедь о Христе Спасителе. «Каждый уделяет даже, что он пишет по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением». Опять вот то, что и было о восьмой главе. «Ибо доброхотно дающего любит Бог». Это очень важные такие утешительные слова, что Бог любит человека, кто действительно доброхотно творит дела милосердия, то есть по своему желанию. Бог же, пишет, сильно обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает век. Дающее же семя сеющему и хлеб в пищу даст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. «Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу». Видите, апостол Павел, по сути, он здесь говорит, что за ваше приношение все это будет использовано на дело просвещения, на дело проповеди Евангелия, на миссионерское служение, на обращение язычников и других, иудеев и прочих неверующих людей во Христа, в его смерть и воскресение, в жизнь вечную и возможность через покаяние войти в Царствие Божие. Но также он говорит, что мы еще и вознесем за это благодарение, то есть помолимся за вас, и за всякого он дает им такое обещание, за кого мы вознесем благодарность Богу, благодарение Бога Богу. И здесь вот благодарение стоит слово «евхаристу», то есть «евхаристия». Апостол здесь как бы говорит о том, что за кого мы помолимся и возблагодарим на «евхаристии», то есть то, что у нас сегодня уже принято, то есть и частица, когда вынимается с именем человека в алтаре, омывается в крови Христовой. То есть мы благодарим за вас и на вечере Христовой. Так и пишет он, принесем благодарение Богу. И дает им обещание, видите какое, дающему же семя сеющему и хлеб в пищу податься обилие, обилие, посеянному вами и умножатся плоды. Ибо, видя опыт всего служения, они прославляют Бога за покорность, 13 стих, исповедуемому вами Евангелие Христову и за искреннее общение с ними и со всеми. И, как он здесь сказал, расточил, раздал нищим, правду его пребывает вовек. И далее он говорит, кто скупо сеет, тот скупо и жнет. И вот по этому поводу есть интересная наша цитата «Ибо Бог сильно обогатит вас всякую благодатью, дабы вы всегда и во всем имели всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». И вот по этому поводу есть цитата у свидетеля Златоуста. Она так и называется «Не мелочись». «Даже если подданного уже нет, плоды подаяния остаются». То есть, если ты что-то отдал, и у тебя этого нет, ты считаешь, как бы ты это потерял. Но свидетель говорит, что плоды подаяния останутся. И так не будем мелочны, но будем расточать щедрой рукой. «Разве не видишь, сколько другие раздают шутам и распутным женщинам? Подай Христу хотя бы половину того, что они дают плясунам. Подай хотя бы столько алчущему, сколько они из тщеславия дают актерам». Конец цитаты. Это действительно очень важная цитата. «Сколько тратится средств на этот шоу-бизнес?» Я знаю, что весь шоу-бизнес держится на деньгах, в общем-то, олигархов. Ну, как может себе заработать какой-то певец, если там или актер, или, скажем, другие там плесуны, как он здесь называет. То есть, как человек не может там, да, играя в фильмах там, или танцую на сцене, не может себе ничего заработать. То есть, он не производит ничего, он продать этого не может. Поэтому все это спонсируют, как сегодня говорят, люди, которые, в общем-то, с большими средствами. Поэтому они раскручивают этого человека, то, что называют сегодня шоу-бизнесом. И потом куда-нибудь его там раскрутив, запускают. Ну, там он на каких-то билетах, там, может, что-то себе там гастролирует, там заработает. Но все равно нужно сказать так, что, если, может, так выразиться, львиная доля на этого раскрученного человека, это, конечно, если он понравился какому-нибудь, да, богатому человеку, он на него там дает огромные миллионы для того, чтобы... Миллионы-миллионы, чтобы раскручить его на том или ином канале. Я помню, как мы были в одном городе, не буду называть этот город, имя, конечно, этого человека. Мы приехали к нему, он достаточно... Действительно, человек был доброхотный и помогал и на издательство книг, и ни одному священнику, я знаю, он давал средства на издание книг, и на какие-то телеканалы тоже он давал пожертвования. Ну, и просто так зашел какой-то разговор такой совершенно посторонний. И вот он как раз сказал об этом шоу-бизнесе. Он говорит, вот, Андрей Иванович, вот, верите, вот идет человек, вот, смотрите, вот девушка, даже если у нее нет голоса, мы ее сейчас вот посадим в машину, и через три месяца вы ее увидите на телевидении. У нее будет и голос, и петь она сможет, и все. Вы, говорит, верите? Я говорю, я верю, что не надо. Это вот... Ну, он просто для примера сказал, говорит, делается это просто вот, ну, вот, по желанию вот моему. У меня есть средства, я готов вложить, и она будет завтра знаменитой, и великой, и известной. Поэтому здесь, в общем-то, это известные варианты, наверное, многим из вас. И апостол Святитель Иоанн Златоуз здесь говорит, что сколько тратится действительно на это, разве не лишь сколько другие раздает шутам, говорит, распутным женщинам, подай, говорит, Христу хотя бы половину того, что они дают по лесу нам, подай хотя бы сколько алчищем, хотя бы столько алчищем, сколько они из тщеславия дают актерам. И вот десятый стих. «Дающие же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей». Тот же святитель Иоанн Златоуз пишет, цитата. «В самом деле, если засеивающий землю Бог подает, если питающим тело он обильно дает, то тем более он даст тем, кто возделывает небо и печется о душе». По сути, здесь свидетель Иоанн Златоуз говорит о том, что если для простого дела человек сеет семя, оно действительно приносит плоды, он говорит, неужели ты думаешь, что давая на дело просвещения, миссионерское служение, слово, которое будет посеяно из уст миссионеров, сердца слушающих не принесет плод? Конечно, принесет. Не миссионер обращает людей, Бог, но через миссионера, преподавателя, человека, занимающегося духовным просвещением. Конечно же, посредством человека. Как помните, апостол Павел и пишет в Первом Послании, «Я, — говорит, — насадил, а полос поливал, а все взращивал Бог. Но без проповедующего, как сказано, кто услышит Слово Божие? Как уверовать, если не слышали?» Без проповедующего. Как говорит «вера от слышания, а слышания от Слова Божия?» Но если это слово не услышит, без проповедующего, который не дойдет или не доедет до того или иного места, где люди сидят и ждут, ждут этого проповедника, либо в укреплении веры, либо в опрощении, как услышать, если не дойдет, как уверовать, если вера от слышания, а слышания от Слова Божия? Какая глава, такое побуждение? Опять же, в 9 главе, как и в 7, 8, 9, апостол Павел побуждает нас, побуждает жертвовать на дело миссии, на дело просвещения, на дело сеяния Слова Божия в сердцах человеческих, дабы, как сказано, спасти хотя бы некоторых. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!